По легенде, футбольный стадион «Фишт» заполнен болельщиками. Во время матча на втором этаже в подсобном помещении начинается пожар. К арене один за другим подтягиваются пожарные расчеты. На стадионе начинается паника. Часть людей успешно эвакуирована. Но внутри остаются пострадавшие. Их пожарные выносят на носилках и передают врачам уже подоспевшей скорой помощи. Других болельщиков в это время эвакуируют с верхних этажей по пожарной автолестнице. Они в порядке и могут передвигаться самостоятельно. В это время над Олимпийским парком появляется вертолет МЧС Ка-32, проверенный в поисково-спасательных операциях. В прошлом году он совершил 37 вылетов и перевез 96 пострадавших. А сегодня доставил условно раненого в ближайшую сочинских больниц. Всего же в тактико-специальных учениях были задействованы 17 единиц техники и 120 человек. Это противопожарная служба, Южно-региональный спасотряд, Кубань-спас, полиция и нацгвардия страны. Службы отрабатывали взаимодействие в рамках подготовки к футбольному Кубку Конфедерации. Подготовка к обеспечению безопасности объектов проведения Кубка Конфедерации 2017 года практически завершена. Отработан весь комплекс практических и организационных мероприятий по подготовке органов управления сил и средств, обеспечивающих безопасность главного международного футбольного события 2017 года в городе Сочи. Ну а еще до Кубка Конфедерации стадион Фишт пройдет очередную проверку болельщиками уже 2 мая. Здесь пройдет финал футбольного Кубка России. А в конце месяца на арене вновь пройдут масштабные тактико-специальные учения. На этот раз будут отрабатывать взаимодействие служб при взрыве. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.